перед просмотром хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал приятного просмотра спустя два с половиной года после трагической гибели актера дмитрия марьянова дело дошло таки до суда напомним 6 октября 2017 года звезду сериалов и большого кино доставили в частный реабилитационный центр на окраине подмосковной лобни для самых близких не было секретом что талантливый артист время от времени уходит в алкогольные пике так было и на этот раз в центре феникс марьянов пробыл на реабилитации 9 дней с утра 15 октября он начал жаловаться на боли в пояснице на скамье подсудимых директор реабилитационного центра феникс оксана богданова по версии следствия женщина запретила сотрудникам центра вызывать актеру скорую помощь при этом дала указание вколоть ему внутримышечно антипсихотик голоперидол и транквилизатор феназипам хотя оба эти препарата можно применять только по рекомендации врачей когда марьянов начал терять сознание консультанты решили вести его в больницу сами но было уже слишком поздно экспертиза установила что у актера оторвался тромб и если бы врачей вызвали после первых жалоб его могли спасти богдановой предъявили обвинения по статьям оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности повлекшим по неосторожности смерть человека и оставление в опасности по этим статьям предусматривается до шести лет лишения свободы 10 декабря на заседание в лобнинском городском суде вызвали в качестве свидетеля одного из бывших пациентов феникса романа истомина накануне прокурор попросил закрыть процесс журналистов в зал суда не пустили но бывший пациент феникс роман истомин успел рассказать журналистам что вызывать скорую было уже поздно было видно что марьянов плачевном состоянии дима кричал от боли и полз к двери спасибо за просмотр подписывайтесь на канал